нам надо поговорить и на этот раз речь пойдет об уверенности в себе вообще эта тема очень важная понятно что уверенность залог успеха причем во всем и в личной жизни и как в карьере как стать уверенным об этом поговорим прямо сейчас но начнем с того что такое уверенность вообще что это давай это русское слово корень вера то есть буквально уверенность когда ты сам себе доверяешь когда ты в себя веришь когда ты себя чувствуешь человеком который сам решает как ему жить понимаешь это вопрос вера в самого себя принятия себя имеет чек высокую самооценку и так далее уверенный человек имеет какую-то другую жизнь как правило ты правильно говоришь успешно почему потому что он уверенный вот то есть уверенность равно самооценка ну да уверен что самооценка не уверены низкой самооценка да еще добавлю и любовь к себе тоже имеет отношение к уверенности люди в себе не уверены себя недолюбливают века так не думала думала но вот смотри известно что красавица и мировой секс символ например марлин монро была дико неуверенной в себе женщины при этом она добилась многого то есть уверенность себе не обязательно для достижения успеха я могу комментирует твоя фразу она многого добилась я хочу рассмотреть как женщина они как актриса если ты имеешь виду что она родилась в нищей семье и заработала много денег до добилась то она известна на весь мир и и любят и и хотят все вот давай про это и поговорим значит нерлин монро была в себе крайне неуверенная постоянно срывала съемки кричала я бездарная никому не нужна и так далее во что это вылилось поехали братья кеннеди передавали друг другу и другим знакомым людям ее как я не знаю как проститутку какую-то ее муж артур миллер который кстати мы сейчас об этом поговорим но был такой выдающегося ума считался человек драматург он над ней стебался перед людьми он пытался унижать перед другими людьми чтобы на ней другие она его обожала да кстати в иудаизм из-за него перешла а кстати выяснилось что она сама была вообще не дура айки был 140 выше чем у кеннеди и это еще не все она прочитала роман улес и там были ее пометки я например не смог прочитать из-за того что она не любила себя но она из очень такой из детства я не любил никто а джо де маджо который казалось бы да с ней развелся после известного инцидента на съемках и так далее это человек который умер в одиночестве я сейчас не хочу обсуждать умер или убили во всяком случае ее нашли с оторванной телефонной трубкой она всем названивала не приехал никто этот секс ивол мира да приехал джо де маджо когда она мертвая уже была поэтому как это не родится красивый ради счастливый из-за того что они были уверены для очень низкой самооценкой жуткая неуверенность из-за этого она к сожалению как она сама считала была не любима никем она была как тебе сказать но как секс-символ да но те люди которые окружали они и не любили это правда признаки уверенности в первую очередь давайте скажу внешние признаки люди не ходят носками вовнутрь уверенные они ходят или так или вот так но никогда не не ходят вот так они никогда не ходят вот так ортопеды вообще считаю то что так как многие нас смотрят имеющие сколиоз и детей с исполнением позвоночника что в определенном смысле это но такой вопрос неуверенности что не просто человек такой сгорбленной и у нее такая шея в плечах до голова а вот так себя чувствует неуверенно люди верю на него так ходит у них выпрямленная спина они гордо смотрят вперед себя и так далее уверенные люди я тебе приведу пример уверенного человека у меня только что была лекция в риге очень много народа и не все могут задать вопрос и вдруг одна девушка два раза задает вопрос сейчас и через 20 минут а вопрос чтобы задать подошел человек с микрофоном и дан микрофон я решила обыграть эту историю сказать вот как а поднять что она уверены почему в зале где сидит очень много людей никто не смог два раза она смогла у нее такое внутреннее убеждение в своей правоте что чек который ходит с микрофоном не мог противостоять она не вырывала микрофон она не кричала вот ее уверенность пришла просто горы обаяния но это там тоже была девочка то вряд ли одна обаяния возьмешь она настолько вот внутреннюю эту уверенность да это реально горы сворачивает что она и так раз невольный опять дает микрофон зато ты засмеялся потому что я там все такая тема вообще одни выходят по 10 раз замуж а другие не разу вот почему кто-то ни разу не смог задать вопрос а это два раза за мою уверенность себе а теперь наоборот признаки неуверенных людей не уверены они какие они во первых у них реально по походке видно что они неуверенные они обожают бы сейчас я такие очень поверхностные вещи хочу рассказать дальше до разобьем эту тему чтобы люди понимали они наш как говорят я полагаю мне кажется хоть сказать ну кажется крестись тогда они даже когда говорят они настолько не уверены что они пытаются даже как искать ну что такое мне кажется рачеку реальный кажется он не говорит я считаю вот так так не думается я полагаю он не говорит дай мне хорошо вежливо дай мне пожалуйста вот а вы не могли бы мне передать просто ну такт какой-то воспитание подожди хорошо ты читаешь хамская фраза дай мне пожалуйста не могли бы вы передать мне на вот так как женщина тебе нравится мужики которые говорят можно я вас поцелую швали отсюда скажу дебил нет нельзя правильно неуверенности я так и ведут они не и вашего не там ты без очереди лезли да так они вообще к всем извиняюсь вообще на то что они живут понимаешь они вся можно а вы а попробуйте а можно вот это нельзя ли ну что это такое на принципе да я согласна я была смешная история мне был американец мы с ним общались по скайфу не был американец по на пациент он американец американец он работал в школе он по-русски не разговаривает очень то есть он говорит по-русски но не пишет и не читает его ребенком привезли значит я его у меня куча проблем он неуверенный жутко и за это у меня все проблемы на то веру не в школе есть компьютеры которые выдают на классном 30 планшетов и сидит какой-то завхоз который выдает а мы не выдают у этого я можно мне а все вы это уже все забрали он это как эта проблема решать и говоря почему говорите можно мне он как ты говорит то что это вверх нет я так не говорю я просто пишет армии что да я говорю сказать пожалуйста а вы можете сказать дай мне компьютера в это хамство а можете сказать магазине дай мне бутылку со второй пол ты вид мы так в америке не говорим я все прямо голову связи зубы как ему помочь говорю а если ты скажешь дай мне компьютеры пожалуйста в это вежливо они как это гает мэй ай да нет а просто дай мне где мне плиз дадут это вежливо вежливо через неделю другая жизнь началась почему потому что дело не в обороте лексическом это не сима это все внутри конечно он вот так себя выражает как он себя чувствует мог ли я это знаешь это такой это вот шинель гоголя понимаешь да это человек который все боится который пытается всем понравится быть очень тактичным вообще фред по этому поводу говорил что вот эта интеллигентность это все того снова запрета ничего хорошего не надо есть конечно руками да но и стоять когда и свободный стул тоже не надо сядь ну что это такое а я интеллигентно я должен постоять откуда это вот откуда уверенность и откуда не уверенность главная причина страхи тревога как ни странно люди ты скажешь похоже психиительно воспитанны нет страх и тревога по поводу по поводу всего по поводу могу ли я по себе это позволить до 100 или офардов стоили и милия право и так далее вот этот страх что я недостоин что я не тот человек который больше себе это позволить заставляет людей вести себя очень неуверенно. И, кстати, мы их не любим. Знаешь, что их любят? Любят работодатели. Психиатры. Психиатры, понятно, да. Работодатели, потому что они из-за неуверенности, как правило, еще перфекционизм, они все переделывают. У них все идеально блестит. Они же неуверенные. А человек уверенно сделает, что ему говорят, на. А что это такое? Ну, я так делаю, я так работаю. А от чего зависит уверенность? Что за этим стоит? Уверенный в себе человек. Первое. Это, конечно, же отсутствие страхов. Для того, чтобы быть уверенным во всем. Давай просто аспекты рассмотрим. Уверенный в работе. Это человек, который уже на собеседование смотрит в глаза работодателя, и от него исходит определенная сила убеждения в том, что он знает свою работу, и он хочет тех денег, которые он просит. А как неуверенный на работу устраивается? Как вообще последний шанс? Или сейчас мы с голоду все сдохнули? Не возьмите, пожалуйста. А как они деньги просят, прибавку? Ой, вы знаете, у вас 15 лет работаю. У нас раньше такая была работа. Сейчас она прямо... Вы считаете, я же могу уже... А как уверенный просит деньги? Мне нужно вот столько, или я вас просто не работаю. И ему, кстати, платят. А если... А если... Ну, есть же варианты, ну, не работайте, до свидания. А для этого нужно, чтобы он был готов уйти с работы. То же вопрос уверенности, что он заработает деньги. Неуверенный никогда не уйдет. Неуверенный будет думать, что это вообще последний шанс в жизни. Но он рот вообще не откроет. Ты о чем говоришь? Он... А если ему там не 25 лет, а 50, он вообще скажет, слушай, слава богу, что у меня есть эта работа. Я за ней держаться буду обеими руками и так далее. Дальше. Уверенный человек. Все-таки, ну, я как мужчина тебе скажу, да, он подходит к той девушке, которая ему нравится, а не та, которая на него откликнется. Понимаешь? Это не те... Это разные люди. Он работает на любимой работе, потому что он в себе уверен, что он это может сделать. Он женат или, я не знаю, живет с девушкой, которую он любит, потому что он ее достоин. И для нее, как для женщин, это чувствуется. Конечно. Что мужик в себе уверенный. И у нее абсолютно другая жизнь. Понимаешь? Он ничего не боится. И здесь, кстати, самое важное, это не сила. Значит, у меня была такая интересная беседа с одним очень известным, кстати, он израильский диссидент, бывшим, который сидел, это есть в Израиле, понятие узник Сиона. За, так сказать, попытку уехать в Израиль нелегальным путем, он, как Щеранский, тоже сидел. Он рассказывает, кто выживает, что такое уверенность, кто выживает в семье. Это эпизод из фильма Гудеалин. Вот, значит, Гудеалин, да? А еще он полюбил проститутку и живет с ней. Тут приходит сутенера и его убивает. За то, что он без спроса живет с чужим товаром. Такой здоровый мужик берет в идеале, она поднимает воздух и уже пытается его убить. И спрашивает свою шестерку, говорит, мне нужны билеты на футбол. Этот говорит, какие билеты на футбол, они на год вперед проданы. Тут Гудеалин, вися в воздухе, говорит, вам нужны билеты, я могу устроить. Через две минуты они сидят за столом, и этот громилый говорит, если тебе кто-то понравился, бери любую. Вот что такое уверенные люди. Я вам просто рассказывал, кто в тюрьме выживает. Люди без страха. Уверенность – это перманентное состояние. Или можно быть в одной ситуации уверенной, а в другой – нет. Ну, например, я уверена, что я хорошо выгляжу, я, соответственно, одета по случаю, у меня там все в порядке с маникюром, с прической. Я становлюсь от этого чуть более уверенной. А, например, в работе, в какой-то, я сейчас не про себя говорю, а вообще, ну, я не знаю, просто пример, эту работу мой коллега сделает лучше, чем я, ну, потому что у него больше опыта, больше времени на это и так далее. Давай так рассуждать. Большинство людей ведут себя, как ты сейчас рассказала. То есть у нас очень избирательная уверенность и неуверенность. Самый трусливый человек в чем-то уверен, например, профессионально, да? Самый смелый герой, например, абсолютно не уверен в себе, там, как мужчина, об этом любит в кино показывать. Такой прямо убийца, а тут он прямо такой нежный подросток, который вообще боится женщин, да? У всех у нас есть слабые сильные места. То есть это нормально? Это ненормально. Я считаю, что уверенность должна быть тотальная. Ты немножко по-другому рассуждаешь, ты как бы рассуждаешь трезво, что я просто понимаю, что здесь я так, а здесь пусть лучше он. Ты просто не пытаешься все вместе захапать, понимаешь? А неуверенный, он стесняется, он боится, он не берется, потому что он же неуверенный, а у него же может не получиться. А ты говоришь не так, говорит, я бы взялась, зачем? Он сделает лучше. Это ты опять уверенный получаешься. Поэтому, да, еще любопытная деталь. Специально для женщин. А 99% женщин уверены только при наличии мужчины в своей жизни. Этот бред начинается еще в школьные годы, когда в восьмом классе дискотека, а девочка стоит, подпирая стенку, и здесь она вдруг понимает, что ее самооценка напрямую связана. Пойдет она сейчас танцевать или ее не пригласят? Слушай, я как мужчина тебе скажу, есть у меня женщина или нет, вообще не влияет на мою самооценку. А женщины так не могут сказать, понимаешь, в чем дело? Ну, в большинстве с вами. А, да, я сейчас хочу тоже сказать на камеру, обращаясь к женщинам, дорогие женщины, самооценка никакого отношения не имеет к тому, есть ли у вас мужчина в жизни или нет. Но я не могу женщину в этом убедить. Я могу еще пять раз сказать на камеру, они мне не поймут, почему. 90% женщин во всем мире реально меряют самооценку по наличию мужчины в жизни. Вот такая женская странная самооценка. Если уверенности равно самооценка, то завышенная самооценка, это плохо? Это лучше, чем заниженный 100%. Пусть лучше ты думаешь о себе больше, чем ты представляешь для других. Ну, а в реальности ничего. Ты знаешь, это бывает плохо только в том случае, если тебе приходится лететь с этой высоты. Что ты все время думал, что ты прямо, я не знаю как, в результате никак. Но если ты живешь, думаешь, что ты прямо вот королева, да, так прекрасно. Так и будет. Во-первых, ты будешь королевой. Во-вторых, ты правильно сейчас упомянула. Те же мужчины, про которых мы сказали, они реагируют только на самооценку. Даже больше, чем на внешность. Потому что, когда женщина красивая и уверенная, да, если взять дух и красивая и неуверенная, то красивые тоже подойдут, но быстро отойдут. Когда она откроет рот и начнет общаться, ее неуверенность тоже сольет всю ее внешность, понимаешь? А уверенность даже, я думаю, ценнее внешности во многом. Как развить вот эту уверенность в себе и повысить самооценку? Это огромная работа. Это работа... С чего начать? Начать с того, что ты должен понять, во-первых, почему ты неуверенный. Обычно неуверенные люди, вот у нас была до этого передача про родителей детей, да, потому что родители себя так вели в детстве, что они внушили тебе эту неуверенность. Например, не трогай, не бери, ты этого не умеешь, ты сейчас ломаешь, ты разольешь. Когда ребенок вообще пытается, не знаю, посуду помыть, еще что-то сделать, потом он растет, да, он начинает учиться в школе. Ты что, идиот, что ли? Ты вообще не понимаешь? Да мы с матерью вообще на пятерке учились. Или мы в том возрасте уже в этом войне. А ты вообще, да, 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 да. Что из тебя вообще вырастет? Вот это все, это такое... А, кстати, родители себя так ведут, они тоже неуверенные, им надо самооценку повысить. Конечно, за счет ребенка. За счет ребенка, да, повышает. Плюс есть просто прекрасные родители, просто сами неуверенные. Так вот, за счет этого ребенок вырастает неуверенный в себе. Огромную роль играет, это очень сложно понять, у нас не медицинская программа, тревожность. Тревогу убивает напрочь уверенность. Как бы ты ребенка уверенно не воспитываешь, это тревожный родитель, ребенок вырастет тревожным и опять неуверенным. Дальше. Ты взрослый человек. Неуверенные люди, они, как сказать, они, как правило, лузеры, если честно. У них все из рук валятся, их не очень любят на работе, они там долго не задерживаются, они кое-как живут, потому что неуверенные люди получают то, что остается от уверенных, скажем так, да. В первую очередь на работу принимают, выходят замуж, больше платят денег, уступают места и бла-бла-бла тем, кто вот имеет эту внутреннюю харизму. Но здесь же тоже важно понимать, что уверенный человек, это не тот, у кого все с первого раза само получается. То есть он падает, но встает всегда. Уверенный, он же верит в себя. А это же один раз делается, когда я вообще связываться дальше не буду. У меня же ничего не получится. Я же знал, что не получится. И все. А уверенный в этой ситуации? Да. Я, кстати, люблю такие, знаешь, боевики, где вроде вообще все уже, да, он умереть должен. Нет, находит сволочь в дырку и выживает как-то. Именно за счет уверенности. Вообще, обрати внимание, тут интересен русский язык. Мы уверенность и самооценка говорим с точки зрения психологии. Но корень-то это вера. Вера человека в самого себя. Теперь следующий вопрос. А за что в себя верить, спросишь ты? Да ни за что. И мы тут натыкаемся на следующую причину неуверенности. Называется небезусловная любовь. Когда родители, имеющие ожидания от ребенка, внушают им неуверенность таким образом, что он не дотягивает, понимаешь, до их ожиданий. А здоровые родители любят ребенка просто так и вообще не имеют никаких ожиданий. А еще, знаешь, любят сравнивать. А вот у Вася, это Вася. Кстати, вот ты правильно сейчас эту тему вспомнила. Неуверенные от этого тоже бывают. Когда тебя сравнивают с другими, ты становишься завистливой, у тебя жуткая ревность. И ты, конечно... Нет, просто комплексуешь, потому что у меня нет, а может быть ты в чем-то в другом лучше. Нельзя детей вообще сравнивать. Нельзя. Да и взрослым, наверное, тоже не надо себя сравнивать с кем-то, да? Только с собой прежним. По-другому никак. А потому что мы всегда проиграем. Будет кто-то успешнее, будет кто-то моложе, красивее и так далее. Сильнее, здоровее. Это бесполезно. Давай расскажем про бонусы, которые получают уверенные в себе люди в карьере и в личной жизни. Бонусы они получают следующие. Но тут надо оговориться, что мы с тобой такой пример смотрели про буквальные бонусы. Ты должна быть готова потерять эту работу. Это тоже вопрос уверенности. А, они больше зарабатывают. У них карьера вообще существует. То есть их двигают, вот они на работу устраиваются, и в этой компании они двигаются вперед и вверх. Почему? За счет уверенности. А работодатель, в конце концов, живой человек. Ему нужны люди, которые говорят, а я знаю, как делать. Ему же прочие работодатели. Он обожает тебя. То есть они как-то демонстрируют свою уверенность в работодателю? Конечно. Более того. Вот таким образом? Ну, например, один из самых ярких примеров, который обожают в России рассказывать. Там Жуков не боялся Сталина. И когда на военном совете Сталин говорил явные там глупости, а Жуков военачальник, он сказал, нет, Иосиф Виссарионович, мы вот так вот наступать будем. И Сталин с ним считался. И это правда, кстати. Вот эта внутренняя уверенность, то, что другие могли за это жизнь отдать, потому что Сталин, как известно, был психом, и такие вещи не прощал. Жуков прощал. Поэтому он даже не обижался на него. Он за счет уверенности считал, что этот знает, как правильно делать. Понимаешь, в чем дело? А другие имели какие-то свои взгляды, рот закрывали. Почему? Чтобы не нарываться. Это неуверенность. Дальше. Люди, которые в себе уверены, эти больше того, скажу, они вообще часто работают на себя. На себя, вот. Конечно. Потому что, ну, я тебе так скажу, наемная работа, она бывает прекрасна. Смотря где ты работаешь и чем ты занимаешься. Но все-таки наемными работниками руководят все-таки в поле верят и в себе люди, которые не боятся... Не всегда, кстати. Ну, разные в жизни бывают, да. Но, честно говоря, что такое наемный работник? Ты получаешь деньги, но ты не думаешь о том, откуда эти деньги возьмутся, кто вообще над бизнесом будет над всем думать. А этот может вообще без денег остаться, который сам на себя работает. Но он не боится того, что он будет принимать решения по самому бизнесу. И не боится, что он может его потерять. Послушай, это же тоже очень важный вопрос. Он не боится, если он один, одинок, например, или если у него семья, жена и семья детей, он тоже этого не боится. Здесь же тоже это важно разграничить. Да, но опять, уверенный в себе человек... Вот этот прекрасный пример сейчас вспоминаю. Знаешь, есть такой... Помоги мне, забывай. Михаил Звездинский. Вспомнил. Такой певец с знаменитой песней и девочек наших ведут в кабинет. Значит, была такая история. Было интервью не с ним, а с его женой. И она говорит... Я не понял, помню, Михаил Михайлович, как его зовут. По имечеству и на вы, она говорит, ну, ведущему. Говорит, подождите, а вы что, так дома с ним на вы разговариваете? Говорит, да. А почему? Говорит, вы знаете, я познакомился, я учился в МГУ, студенткой была, а он приехал с концертом. И я в нее прям влюбилась, и его после концерта сразу посадили. И когда его посадили, я к нему ездила в тюрьму, ну, в общем, она, видимо, реально влюбилась. И когда она вышла из тюрьмы, он сказал, ты мне верь, мы поднимемся. И говорит, у меня такое к нему безмерное уважение, что я дома с ним разговариваю на вы. Я его очень уважаю. Ну, там, мы не будем спорить про творчество. Я другое хочу сказать. Он настолько себя ведет, вот, ну, вот, уверенно в себе, да, он вышел вообще никакой. Со справки об освобождении. Какая эстрада? Он опять поднялся. Да, это здорово. Скажи, уверенность и наглость, это тождественные понятия? В Израиле есть такое понятие «худспа из рейли». Ну, как сказать, еврейская счастье, как наглость, как второе счастье. Ты знаешь, они близки, но люди уверенные, по-хорошему уверенные, реально серьезные, уверенные в себе люди не наглеют. Почему? Они настолько внутренне сильны и уверены, что они не требуют доказывать, нагло они доказывают. Они пытаются демонстрировать, ну, как тебе сказать, демонстрировать свои превосходства. Это не поведение все-таки совсем уверенного человека. Он очень недоуверенный, но наглый лучше, чем который застенчивый и который вообще всего стесняется. Вот смотри, такой момент, очень важный на самом деле. Как стать уверенным в себе? Вот есть такое понятие, когда, если у нас плохое настроение, но мы улыбаемся, в мозг поступает сигнал, и улучшается. Можем ли мы, демонстрируя какие-то внешние признаки уверенности, стать при этом уверенным? Или так не работает? Во-первых, это работает. Например, у тебя есть выбор, или ты делаешь то, что ты хочешь, я не знаю, оденешься, как тебе нравится, да? Или ты, например, как я уже, это мой любимый пример, находишься в комнате, где есть стулья, людей больше, а ты хочешь сесть. Оденься, как ты любишь. Я понимаю, тебе сначала будет тяжело, ты же неуверенный, ты будешь смотреть на себя другими глазами, а что они обо мне подумают? Преодолей это. Сядь на этот стул, чертов, не надо думать о том, что кто-то еще хочет сесть. Пусть этот кто-то тебя попросит напрямую, уступишь. Но ты же превентивно не садишься. Когда они еще свободные, ты стоишь. А ты хочешь сесть, садись. Выбери ту работу, которую ты любишь, напиши резюме, единое собеседование и получи эту работу. Смотри для его туда, тебе в глаза, не надо его бояться. Он, кстати, неблагодетель твой. Если вы на другу подходите, ты будешь здесь работать. Вот что такое уверенность. Подойди к девчонке, которая тебе нравится. Я скажу совсем кощунстую вещь. Девушка, подойди к парню, что ты его боишься, он не кусается. В конце концов, кстати, любопытная тема про уверенность. Она же еще не подходит неуверенная, бояться отказа. А уверенный не боится. Уверенный готов это пережить. Уверенный готов сказать, я тебя люблю, а в ответ не услышать. У него от этого самооценка не упадет. Вот если ты хочешь то, что Марьяна говорит, если ты хочешь научиться уверенности, ты должен сделать то, что ты хочешь. Реально. Отбросив все остальные мотивы, что не так поймут, что ты используешь на себе впечатление, а вдруг у тебя не получится, а вдруг тебе откажут. Откажут, откажут, не получится, не получится. Попробуй хотя бы. Если уверенность зависит от того, как я выгляжу и во что я одета, это о чем говорит? О неуверенности. Это все-таки больше к тому, что о тебе подумают и как тебя оценить, да? Это да, это очень сложная конструкция, она заключается в том, что ты думаешь, что ты уверенный, но ты смотришь на себя глазами других людей. Вот, например, есть такое заболевание, о котором все любят поговорить, никто не знает, что это такое, нарциссическое расстройство, нарциссизм, да? Все считают, что нарциссы влюблены в себя. Нарциссы самые неуверенные люди и они себя совсем не любят. В чем тут смысл? Они живут обожанием других людей. Но когда они там, народная артистская СССР, конечно, ее нарциссизм расцветает. Ее все обожают, у нее высочайшая самооценка. Тут начинается вот эта корона там, за облака. Как только человека перестают в кино снимать, да? Все, алкоголь, наркотики и до свидания. Они рассыпаются в секунду. Вот зависимость от мнения других людей это очень большая проблема. Что я советую женщинам? Утром встали, вот как вот вы встали утром, да? Не подходите к зеркалу, накиньте на себя, чтобы не замерзнуть, идите в булочную за хлебом. Вот как есть. Если вы можете это сделать, у вас нормально. Булочную – это ладно, а на работу же так не придешь. Тяжеловато, да? На работу тяжелее. Но если вы можете, тут дело не в работе или булочной, то если вы можете выйти на улицу и находиться, я не знаю, 10 минут среди людей, которые спугают, нифига себе, и вы это можете пережить, ваша самооценка начнет подниматься. Но как только вы не можете выйти на улицу, она начинает опускаться. Здесь знаешь, какой может быть вопрос, что когда женщина при параде идет, ну, условно идет в булочную, и ловит на себе вот эти взгляды восхищения, и, конечно, ей от этого становится лучше. А когда она этих взглядов не чувствует, ну, немножечко настроение портится. Ты знаешь, я с тобой абсолютно согласен, я не призываю так жить. Я призываю заставить себя это сделать, переломав свое самолюбие, для того, чтобы повысить самооценку и стать вот настолько уверенней. Типа, я люблю себя приводить в порядок, но я не раба, я не заложница в ваше мнение. Значит, плевать. Мне, да, повышается, ну, как бы настроение, я люблю, но я могу выйти вот так. И я со мной... Знаешь, как актрисы, которые могут играть страшных и безобразных старух, да? Вот нет у них этого... А есть те, которые... Знаешь, что меня тошнит, когда... Мы знаем, мы не будем фамилии называть, когда внуки называют их по имени. Не бабушка, говорят. Тут еще хуже было. Кто-то сказал, и мамы не называть тоже. Вот, больные люди. Типа, я еще молодая. Это комплекс. Вот раз уж о детях мы заговорили, как воспитать уверенность в ребенке. Первое, что нужно для этого делать? Для того, чтобы воспитать уверенность в ребенке. Есть только первый, второй и последний, будь уверенным самому. По-другому никак. Неуверенный родитель не может воспитать уверенность. Вообще ни при каких постоятельствах? Нет. И только ребенок не из этой семьи. Бывают такие истории, я их редко, но видел, когда ребенок чувствует себя... У меня одна знакомая, говорит, родители... Меня подменили, она говорит, вы не мои родители, потому что у нас такой менталитет разный. Но, если это все-таки твои дети, а ты человек неуверенный, они будут неуверенны, ты не можешь им помочь? Я видел эти дурацкие сцены, когда там папа, который все боится, говорит ребенку, давай, сейчас дай ему сдачу, дай ему поклоняю. Когда мама, которая вообще дрожит, от полиции, дочка, давай, из тебя получится, я в тебя верю. Ну, это ты уже... Не работает, не работает. Да, ты берешь крайний случай. Если так, среднеуверенные родители в себе, может быть, не мега какие-то уверенные люди, но тем не менее. И вот как помочь ребенку стать уверенным в себе? Вот расскажи. Ребенка надо поддерживать. Уверенность имеет прямое... Во-первых, давай начнем с того, откуда у детей вообще возникает мысль о том, насколько они уверены. Конечно, от родителей. Когда родители в тебя верят, когда они с рождения говорят, давай, у тебя получится. Они не орут, как я говорил, убери руки, ты сейчас все разобьешь, испортишь и испачкаешь, да? А говорят, а давай вместе. Ребенок привыкает к тому, что у нее получается. То есть не ругают его, даже если что-то разбили? Нет, нет. Надо терпение просто иметь, и все. Они, главное, должны ребенку испытывать чувство поддержки. Ребенок должен чувствовать, что ее поддерживают. И тогда он становится уверенным. Во всем? Практически, да. Что точно не надо делать, если ты хочешь стать уверенным человеком? Не оправдываться, я не знаю. Не сравнивать тебя с другими. Подожди, секундочку. Хорошая мысль ты дала. Не оправдываться. Что это значит? Давай пример дадим конкретный. Ты проспала на работу. Здравствуйте, здравствуйте. Почему вы пришли на два часа позже? Проспала. Подожди, правильно. Но люди не так говорят. Ой, гости вчера были, я так поздно спать легла. Тебе что, спрашивают, кто у тебя был, когда ты легла? Вот это оправдание. Не надо так говорить. Надо говорить, как Марьяна сказала. Почему опоздала? Проспала. Буду дальше вопросов, буду дальше объяснить. То есть, отвечайте прямо на вопрос. Это пятое правило. Отвечайте прямо на вопрос. Почему проспала? Потому что поздно легла. Почему поздно легла? Были гости. Нет вопросов? Ответ проспала. Дальше. Старайтесь говорить, что вы хотите, то есть, о своих желаниях прямо говорить, а не спрашивать. Объясню, почему. Вот ты продавщица, я покупатель, я говорю, не могли бы вы мне дать вот это? А ты говоришь, а я не могу вам этого дать. То есть, я как бы делегирую тебе решение, давать мне или не давать, понимаешь? То, что я прошу. Дайте мне это, пожалуйста. Дайте мне это, пожалуйста. Слово «пожалуйста» полностью нивелирует хапнуть начало фраз. Абсолютно вежливая формировка в любой стране мира. Нас смотрят в США, в Израиле, в Германии. Там говорят, дайте, пожалуйста. А не могу ли я у вас попросить? Так вот, когда вы прямо говорите о своих чувствах, прямо говорите о своих желаниях, вы становитесь, конечно же, уверены. Старайтесь, когда вы вообще формулируете свои вещи, не говорить по моему мнению, мне кажется, мне думается. Это все выдает вас неуверенность. Ходите прямо. Если у вас искривление позвоночника, идите на лечебную гимнастику. Не ходите вот носками вовнутрь. Это один из классических, из такой спиной сгорбленной, из классических признаков неуверенности. Ну, мы же уже выяснили, что это идет все от мысли, от осознания. То есть, поможет ли в этом случае тогда гимнастика? Как так называется «Атлант расправил плечи», да. Начинайте по-другому чувствовать себя, поможет, конечно. Все выпрямится, шея начнет быть прямой, а взгляд будет вперед и вверх. А не вниз и вбок. Когда вы разговариваете, не уводите глаза, смотрите в глаза. Это тоже признак страха и неуверенности. Особенно, когда вы с боссом говорите. Когда это ваша работа дать, или я не знаю кто. Вы говорите так, как будто вы вообще всего боитесь. А вы боитесь, что вас уволят. Вообще, есть люди, которые каждый день об этом и думают. Вы должны, чтобы он боялся, что вы уйдете, а не вы боятся, что вас уволят. А как сделать, чтобы он боялся, что вы уйдете? Но это должна быть уверенность вас такая. То есть, ты хочешь сказать, что для этого не обязательно обладать такими вот сверхценными навыками? Из-за которых... Конечно. Нет, ну давай хотя бы профессионализм-то должен быть. Ну, само собой. Как сказал Карл Масс, на 100 рублей, которые ты приносишь в компанию, ты свой рубль получаешь. Принеси ей 100 рублей. Но, дело в том, что соискателей-то много, понимаешь? А выбрали-то вас. А еще любопытная деталь. Я, как советский человек, думал, что, например, в Америке берут за деловые качества. Неправда. Ты знаешь, когда вот в Америке происходит собеседование, есть два человека с одинаковым набором. У них определенный бэкграунд, то есть у них образование одинаковое, определенный опыт работы. Знаешь, кого возьмут? А вот кто в себе увереннее и кто лоялен, точке зрения, это тоже дело уверенных. Кто комфортен для коллектива? А для коллектива не очень комфортные люди, которые в себе не уверены. Они очень, так сказать, тяжеловатые, что ли. Они не говорят прямо от своих желаний с ними. Просто сложно общаться. Скажи, чем ты объясняешь тот факт, что в Америке и в Европе гораздо большее количество уверенных в себе людей, нежели в России? Ну, главная причина их не бьют в детстве. Их не трогают руками, это запрещено. К ним выражают уважение, начиная от рождения, детский сад, школа. Никто не говорит, что таких идиотов еще не видела. Таких дебилов класса у меня еще не было. Потому что сразу родители за это либо штраф, лишат родительских прав. И родители, и учитель не будет работать. И у них никто не бьет линейкой по рукам в музыкальной школе. То есть они, как сказать, не битые поколения, ну и в прямом, и в образном смысле, на них не орали. Это все считается криминалом. Вообще культура другая уже. Ну, на Западе реально другая культура. Поэтому там совершенно другое поколение, и ты абсолютно правильно говоришь, они в себе гораздо более уверены. Это правда. Еще любопытная вещь. Вот есть в Израиле арабский конфликт, где воюют израильтяне и арабы. Арабы, дети, их жестко воспитывают. Их могут улыбить и наказывать. Евреев, ну, сама понимаешь, целуют в попу. Евреи оказываются сильнее духом и бесстрашнее. Арабы более трусливые. Как ни странно, это я обращаюсь к тем, кто решил мальчика-мужчину вырастить, да? Вы только забьете, он будет гораздо более трусливый. А вот как раз избалованные, как бы, еврейские дети, которых пыль сдувает, когда доходят до войны, они оказываются гораздо и жестче, и конкретнее, и бесстрашнее. И они не боятся того, что могут бояться арабы, потому что они не битые. Они уверенные в себе люди. Это совершенно другая психология. Ну, и в заключение, по традиции, несколько правил уверенных в себе людей. И главное, как этого добиться? Вот как помочь людям стать уверенными? Во-первых, если вы так уже воспитаны, как человек не очень уверенный, вы это про себя знаете, начинаете с этим расставаться, как с пагубной привычкой. Первое, вы должны отбросить вот эти вот побочные страхи и тревоги, и все-таки стараться делать то, что вы хотите, реально любой ценой. Если вы хотите, например, мы говорим о работе, какие-то зарабатывать деньги, или иметь какую-то должность, вы должны сказать себе, я готов остаться без работы. И когда вы будете готовы, вы получите и деньги, и карьеру. Я готов к тому, что эта девушка, которой я прямо влюблен, меня сейчас пошлет. Готов, и я к ней подойду. У вас гораздо больше шансов будет, что она вас не пошлет. А если будете тут сопли сживать, она точно вас пошлет. Вы должны стараться делать то, что вы хотите. Вы должны прямо выражать свои мысли, а не говорить, по-моему, или мне кажется. Вы должны говорить, дайте мне, пожалуйста, а не могли бы вы мне дать. Вы должны брать на себя ответственность. Вы должны меньше спрашивать других о себе. Не переспрашивать, а как я сделаю, а как я выгляжу. Я должна сама в себе найти силы, понравиться себе. Но и самое главное, последнее, человек уверенный, абсолютно принимает себя полностью и любит себя таким, какой он есть. А не за что-то, или частично. И не думая, что скажут о нем окружающие или подумают. Он не зависит вообще от меня, окружающих. Это, кстати, один из признаков уверенности. Спасибо. Это были советы от психолога Михаила Лобковского. Продолжение следует...